Блюда из баклажанов Блюда из баклажанов Вкусняшечка В настоящее время На первом этапе Очищаем Баклажаны Хорошо промытые от кожицы Вот уже 2 Очистили баклажаны На втором этапе Нарезаем Кружочками баклажаны И складываем в емкость Послойно Каждый слой Обязательно хорошо просаливаем Не круто Просто хорошо Второй слой Тоже хорошо просаливаем Ну и остался последний Нарезаем и его Тоже хорошо После того Как мы сложили слоями Хорошо каждый слой просолили Мы должны всю эту конструкцию Поставить под гнет Для этого мы берем тарелку Накрываем тарелкой И ставим на нее Вот такой кирпич Любой тяжелый предмет Обернутый в салофан В полиэтилен Не важно как Чтобы просто поверхность Не соприкасалась С нашим продуктом И вот так вот будет Гигиенично и красиво И оставляем Под гнетом Примерно на 30 минут Или час Мы оставим на час А вы смотрите сами На заметку Под гнет мы ставим Для того Чтобы из баклажанов Вышла горечь Пришло время Снимаем груз Вот видите Выделился сок Вот он является горьким Его нужно И просто необходимо Выкладываем На сковороду В один слой Баклажанчики наши И приступаем к обжарке Обжарили с одной стороны Ну и как обычно Традиционно Обжариваем с другой стороны Для образования Золотистой корочки Теперь головку чеснока Можно крупно нарезать Мы видим Половину мелко нарезали Потом не стали заморачиваться Сделали крупную нарезку А некоторые даже Зубчики вообще не нарезали Просто все это Обжариваем Опять на сковородке Почему Вы спросите Нам не нужно нарезать Мелко Потому что Мы все это потом На блендере Измельчим Поэтому не переживайте Нужно просто Сейчас это все Обжарить Соединить Так сказать Чеснок С нашим Нерафинированным маслом Усилить Усилить Аромат Ну вот такие Румяные Кружочки У нас получились Баклажанчика Теперь приступаем К чесноку Обжариваем До образования Вот такой Румяной корочки На чесноке Выкладываем В чашу Где будем Смешивать Все наши Ингредиенты Баклажаны И чеснок Который уже Поджарили На сковородочке Если бы вы Почувствовали Запах Который стоит У нас здесь Ой Слюнкой Мы давимся Здесь все вместе А теперь все Смешиваем Блендером До консистенции Однородной массы Вот такая Консистенция У нас получилась Посмотрите Волокна Баклажана Все равно Присутствуют Чеснок Измельченный Тоже присутствует Чувствуется Поэтому Это блюдо Называется Икра А не паста А сейчас Мы готовы Выложить это В блюдо Забавные блюда У нас получились Не правда ли Можно намазать На бутерброды А можно просто Ложками Да Из вазочки Ну вот Такую смешную Рожицу Я вам дарю Летние забавы Замечательное Настроение И прекрасные Возможности Приготовить Такой салат Для своих Любимых И близких Ну что ж Теперь прощаюсь С вами Говорю вам До следующих встреч С уважением Ирина Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому